Детская площадка похожа на остров, в океане грязи, строительного мусора, разрытых газонов и перекопанных пешеходных дорожек. Вот так выглядит вход, а так выход. Придомовая территория находится в таком состоянии уже пять месяцев. Строительные работы начались в ноябре прошлого года. Первое, что обеспокоило жителей дома номер 25 по проспекту Ленинского комсомола, почему ремонт будет зимой. Но застройщик убедил, что при минусовой температуре работать можно. Жильцы замечали, что когда теплая погода, строителей нет, а когда снег и мороз, они тут как тут. Жители каждый день, все жалуются, подходят, ни коляска не проехать. Самое главное, что разбили все тропинки, все дорожки, весь грунт, который сняли, перенесли вот чуть выше, и все. И все исчезли. Ладно бы они хоть здесь были, можно было бы попросить, чтобы тропиночку хотя бы почистили. Их же нет. Они то работают, то их нету два месяца, пропали. Резиновое покрытие обещали положить весной, но сделали это в самые морозы. И сейчас от него осталось только название. Вот эта вся грязь, дети, все болото тащится в подъезды. Дети вечно грязные. Вся площадка уже вся грязью засыпана. И, к сожалению, нас никто не слышит. Застройщикам была договоренность, чтобы отступ от ограждения площадки до проезжей части был 5 метров. В итоге 2,5 метра. В доме проживают многозетные семьи. Мамам иногда просто физически не удается проследить за ребенком, чтобы он не поранился на площадке и не выбежал на дорогу. Они приходят на площадку по грунту, все это растаскивают. Они могут бегать вокруг машин, ненароком, да не специально, поцарапать машины. Опять же, это будет возникать конфликтная ситуация между детьми, родителями и машинами владельцев. Еще одна проблема – очень неудобные лавочки, низкие, без спинок. Скамейки на детских площадках предназначены для родителей. Но удобны они будут только маленьким детям, хотя они, как правило, на них не сидят. Прилегающая территория вокруг детской площадки, которую просто, ее нельзя назвать площадкой, можно назвать только помойкой. То есть до этого у нас было гораздо лучше, чем сейчас. После всех обращений проблема так остается нерешенной. Но, как рассказала Людмила Лернер, председатель совета дома номер 25, на днях пришло письмо от исполняющего обязанности главы городского поселения Видное Александра Ускова, в котором он обещает организовать встречу жителей с застройщиком для решения наболевших вопросов. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.